Это сегодня. Лошади работают только в горах. Конные поисково-спасательные отряды МЧС придут на помощь туда, куда не может добраться ни одна современная техника. Раньше же, 85 лет назад, когда служба гражданской обороны только образовалась, эти животные были постоянными напарниками спасателей. Именно поэтому на выставке МЧС отразили и прошлая система министерства, и ее настоящие. Лошадь школьники погладили, а вот машины и мотоциклы решили оседлать. Ознакомились и с гидравлическими инструментами, узнали, как и при каких ситуациях их используют. Мне интересно, так как я снова познаю, что, как, зачем, почему, для чего это нужно, почему это создано. Я думаю, что и для других тоже будет интересно. Я буду тоже после 11 класса поступать в МЧС. Я хочу помогать людям в беде, влазить по горам, вытаскивать людей из беды. Для меня это мечта жизни. День гражданской обороны России – это не красная дата, но очень хороший повод поговорить о значимости гражданской обороны в современном обществе, отмечают сами спасатели. Эта система напрямую касается вопросов защиты каждого человека, в том числе и в мирное время, при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Дети – это наше будущее, это наше все. Они должны быть готовы и образованы всесторонне. То есть и через детей доведем и до их родителей о том, что такое гражданская оборона, что делать, при каких сигналах, чтобы это не вызывало паники. Какие действия нужно предпринять? Услышав сирены, ребятам рассказали на второй части урока – теоретической. В актовом зале на урок мужества собрались учащиеся пятых-восьмых классов. Сигналы оповещения гражданской обороны передаются в том числе через местные теле- и радиовещательные станции. Их-то и необходимо включить, чтобы прослушать информацию, объяснил школьникам спасатель. Напомнили собравшимся и правила поведения при различных ЧАЭС, а также на море, что актуально для жителей курорта. Все это в жизни наших детей должно обязательно пригодиться в цели сохранения собственной жизни и здоровья. С малого возраста они должны понимать, что можно делать и что нельзя, знать свою историю. Хорошо воспитанная молодежь, которая патриотически настроена – это залог будущего и процветания нашей страны. Урок мужества от МЧС – акция не разовая. По согласованию с Сочинским управлением образования подобные встречи будут проходить в рамках школьных уроков по ОБЖ. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.